Это «Утро на пять», это очевидное и невероятное. Это Оля Марами, это очевидное. Да, и невероятное Феликс. Ну вот видите, как я подставился под приятное. Очевидно, невероятно, это тема, которую мы сегодня обсуждаем. И абсолютно очевидно, что пятый канал сегодня законодатель телевизионной детективной моды. Каждый вечер, дорогие зрители, вы можете отдохнуть, посмотрев увлекательный сериал. Помимо ставших традиционными успехов легендарного следа, можно также отметить неподражаемого последнего «Мента» и звездное продолжение такой работы. Ну и, к слову сказать, пятый продолжает идти выбранным курсом и предлагает целую палитру работ в детективном жанре. Ну и, конечно, не можем мы не сказать о том, что сегодня вечером в 22.25 вас ждет продолжение уникальной истории о ясновидящей, которая отправилась служить в полицию. «Майор и магия» – продолжение сегодня вечером на нашем канале. Очевидное и невероятное подходит абсолютно и к содержанию фильма, и к тем, скажем так, цифрам, которые в смысле телепросмотра дает пятому каналу этот сериал. Сейчас мы встретимся с исполнителем одной из главных ролей этого фильма. Ну, если не магией, то, соответственно, майора. С красавцем. Константин Самоуков. Окончил Московский авиационный институт, но никак не мог определиться с профессией. И поэтому поступил в актерскую мастерскую, чтобы стать и летчиком, и бизнесменом, и, конечно же, милиционером. Теперь он старший оперуполномоченный Антон Амосов. В народном детективе «Майор и магия». Строгий, но справедливый начальник. Мужчина мечты Елены Воробьяшкиной. Но как же растопить это каменное сердце, разве что с помощью магии? Константин, доброе утро. Доброе утро. Вот по поводу... Доброе. По поводу растопления сердца Воробьяшкиной, как раз и первый вопрос Олю очень волнует. Да, вот скажите, пожалуйста, Константин, ведь героиня Мария Берсенева, и она очень активно вас охмуряет, и почему-то это не действует. В чем причина? Причина. Причин очень много, потому что, во-первых, Хомосов – это человек, который полностью запутался в себе абсолютно. То есть он весь в своей работе, и он весь в таких душевных сметаниях, метаниях, я бы так сказал, а не сметаниях, это от слова «сметана». И он не чувствует, что он хочет. Мне даже отчасти кажется, что этот человек влюбляется-то в нее только из-за того, что он бежит от себя куда-то. Подождите, вы бежите сейчас... Ну, поэтому, естественно, он и не чувствует ее. Вы бежите по сценарию вперед того, что мы уже посмотрели, понимаете? Вы уже сказали, он влюбляется. Мы-то пока учимся. Нет, 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 но я вам рассказываю так, как я его чувствую, вот этого персонажа. Константин, а вы лично как считаете, как нужно покорять женщин? Я считаю, никак не нужно покорять. Более чем уверен. То же самое я могу сказать относительно и женщины. Покорять никого не надо. Достаточно и вполне достаточно для того, чтобы человек максимально являлся самим собой. Вот, без каких-либо покорений других. С непокоренным Константином Самоуком мы продолжим опечатление сразу после производственной гимнастики. Покорится ли подопечным Сергеем Морозовым очередное упражнение? Честно сказать, я под впечатлением. Потому что если бы это случилось на моей свадьбе, то драка бы началась гораздо раньше, нежели планировалось. С кем? Сергеем? Опустим детали. Вернемся к разговору с Константином Самоуковым, исполнителем главной роли майора в сериале «Майор и магия». Пятый канал представляет. Докого вы еще не видели. Гражданка Воробьяшкина, давайте без фокуса. Теперь самое интересное. Впервые на телевидении экстрасенс в полиции. Добро жду от твоей помощи. Хотите встретиться с духом Шерлока Холмса? Когда в твоем сне с дерева упадет последний лист, ты умрешь. Мария Версенева, Константин Самоуков. У меня было видение, он нас спасет. «Майор и магия». Народный детектив. В каждом телевизоре страны. Премьера. Смотрите только на пятом. Константин, скажите, пожалуйста, а ваша любовь к детективному жанру вообще, она только в смысле исполнительского мастерства имеет место? Или вы посмотреть детективы любите, почитать детективы любите? Ну, было когда-то такое время, когда мне нравилось читать и детективы, и смотреть. Да, разумеется. То есть это ваш жанр? И то, и другое. Константин, скажите, пожалуйста, вот ваш герой, майор Амосов, он ведет такой правильный образ жизни. А как же он выпускает пар, где он находит вот этот драйв по жизни? И лично вы тоже, как это делаете? А что не вошло в фильм, спрашивает Оля? Да. Ага. Так, значит, по поводу первого вопроса. Никак. Он не умеет это делать. Именно поэтому ему жутко сложно. Вот. Этому человеку. Это в себе носит, да? А? Естественно, да. Он поэтому такой, где-то постоянно мягко-сердечный, в чем-то неуверенный. Иногда что-то он тушуется, вроде как бы уверенный человек внешне, а успокоение никак он отыскать не может. Ну, а вы, лично вы, как это делаете? Как выпускаете пар? Чем убегаетесь? Пара, у меня в последнее время, так сказать, пары не идет. Вот. Чтобы выпускать. Нет, ну я шучу, конечно, но тем не менее. Ну, если о паре, прямо сказать, то это естественные, обыкновенные физические нагрузки. Я хожу там на лыжах, плаваю, бегаю и так далее. Скажите, а может быть вам, в принципе, ближе жизнь по образу вашего персонажа? То есть не в столице, а в провинции. Там, где тихо и понятно, где все друг друга в большинстве своем знают в лицо или хотя бы друг о друге слышали. Вам лично, не вашему герою? Мне лично, наверное, ну не наверное, а точно, хотя нет, я не могу сказать, я бы соврал. Вот это сложный вопрос. В разные моменты, по-разному, у меня бывают такие настроения и состояния, в которых мне очень хочется быть одному. И в то же время, когда я, так сказать, реабилитируюсь из них, я чувствую острую нужду в своих любимых и близких людях. Естественно, они живут здесь, в городе, если мы об этом говорим. Ну, значит, в городе, так в городе. А потом я очень часто меняю свои мнения и ощущения у меня меняются. То есть я могу вам сказать одно. И вполне возможно, через какое-то время, уже в ближайшие два дня, я буду очень хотеть жить в центре мегаполиса. Где-либо. К примеру. А это значит, что ребенок в Константине по-прежнему жив. Сегодня он хочет... Вот, ура! Одно, а через два дня все-таки шоколадку. Константин Самооков, майор и магия. Понятно, что это майор. Спасибо вам огромное. Мы с интересом продолжаем следить за развитием событий в вашей, не только профессиональной, но и личной истории в этом фильме. Некоторые из нас уже знают, чем закончится первый сезон. Завидуйте. Хотя нет, я вам завидую. Вы еще не знаете, вам еще это предстоит. Константин, спасибо. Всего доброго. 22-25 на пятом канале майор и магия. Субтитры сделал DimaTorzok